В Сибирском государственном университете физической культуры и спорта 26 февраля начала свою работу научно-практическая конференция «Молодежь в новом тысячелетии. Проблемы и решения». Ее участниками стали около 100 представителей 17 регионов России, а также преподаватели, магистранты и студенты профильного Омского вуза. Старт работе форума дал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорианц, который также принял активное участие в обсуждении актуальных тем. Найти необходимые на сегодняшний день новые механизмы, которые бы позволили приблизить решение этих задач, осуществить правильные подходы к выполнению задачи 204-го указа президента о доле занимающейся 55%, плюс открыть какие-то новые возможности именно нашей отрасли по привлечению молодежи, людей пожилого возраста, работающих граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Конференция стала всероссийской и это тоже накладывает определенный отпечаток, во-первых, качества, во-вторых, серьезности намерений в решении поставленной задачи. Привлекаем к данной конференции мы и студентов, и магистрантов, аспирантов, и преподавателей различных вузов и колледжей нашего региона и в целом России. Ну и также мы приглашаем к работе в нашей конференции практиков. Это непосредственно специалисты департаментов, например, это специалисты министерства подведомственного нам. И в целом проблемы поднимаются, обсуждаются, находятся какие-то решения и, я думаю, полезно в дискуссиях обсуждать эти вопросы. Также в рамках конференции прошла работа по секциям, где обсуждались узконаправленные темы. Я представляю модель формирования ценностей здорового образа жизни студентов направления физическая культура. То есть мы изначально изучили вообще проблему самих ценностей здорового образа жизни в целом у студенческой молодежи. Потом мы исследовали именно ценности уже здорового образа жизни у наших студентов направления физическая культура. И на данном этапе мы разработали эту модель формирования ценности здорового образа жизни, а уже ее внедрение находится в процессе. Поэтому конечный результат мы уже узнаем позже. Мы делаем акцент на том, что тренерская деятельность, она имеет взаимодействие с очень многими эмоциогенными факторами. А как таковой подготовки будущих тренеров к этим факторам, к этой деятельности, она не прослеживается именно в подготовке в образовательном процессе. И поэтому мы будем говорить о том, что очень важно начинать эту подготовку именно с обучения в ВУЗе. В рамках работы конференции благодарственными письмами Министерства спорта за высокие достижения в профессиональной деятельности были отмечены преподаватели Сибгувка.